Привет, бойцы! Сегодня у меня для вас очередная порция новостей. Итак, Делахоя сказал, что бой Альвареса и Головкина состоится в следующем году. По словам промоутера Оскара Делахоя, бой между лучшим средневесом мира Геннадием Головкиным и экс-чемпионом мира в двух весовых категориях с Саулем Канело Альваресом состоится в 2017 году. Этот бой состоится, заявил Оскар. Мы не собираемся ждать 8 или 10 лет, как это было с боем Флойдом Айвезером-младшего и Мэнни Пакьяо. Мы сделаем этот поединок в следующем году. Напомним, что Альварес проведет свой следующий бой 17 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Соперником Канело станет чемпион WBO в первом среднем весе британец Лиам Смит. Головкин в следующий раз выйдет на ринг 10 сентября в Лондоне против чемпиона IBF в полусреднем весе против Кэла Брука. Ждем не дождемся, чтобы слова Делахои стали реальностью, а не как обычно все это оттягивание и просто чтобы не забывали, как говорится. Итак, в UFC Марк Хант готовит революцию. Он сказал, бойцы UFC пишите мне для создания профсоюза. Новозеландский боец смешанных единоборств Марк Хант после новостей о втором провале допинг-теста Броком Леснером объявил, что готов принимать обращение бойцов для создания профсоюза бойцов UFC. После смены, после продажи UFC, смены руководства, все бойцы сразу запели, осмелели. И Марк Хант один из них, он не собирается терпеть, как UFC наживается на бойцах. Некоторым вообще ничего не платит. Некоторых ради шоу пропускает, как Брока Леснера. Как он сказал, я жертвую своим здоровьем, выходя на ринг против бойца, который обколотый с пяток до головы стероидами и может меня покалечить. Но Хант вышел, Хант проиграл тот бой и в тот же день, в день боя у Брока Леснера нашли следы допинга. И это подтвердилось на повторном допинг-пробе. Так что Хант решил создать профсоюз, чтобы бороться с UFC, чтобы делать одинаковые для всех правила и условия и избавиться от допинга в UFC. Ну, конечно, насколько это реально тяжело сказать, так как все знают, все понимают, что без стероидов на таком уровне сражаться очень и очень тяжело. Ну, удачи Ханту. Надеемся, бойцы все-таки отстоят свои права. Но очень хитро поступили владельцы UFC, продав саму корпорацию, саму UFC. И теперь такие всплывают факты и, так сказать, подложенные свиньи. Посмотрим, чем это все обернется. Василий Ловаченко может выступить в андеркарде матча-реванша Тайсон Фьюри Владимир Кличко. Чемпион мира в первом легком весе по версии WBO 28-летний украинец Василий Ловаченко может свой следующий поединок провести в андеркарде боксерского шоу, главным событием которого станет матч-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO 27-летним британцем Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом мира в супертяжелом весе 40-летним украинцем Владимиром Кличко. Об этом сообщает британская пресса. Называется даже наиболее вероятный соперник для Ловаченко чемпион мира в легком весе по версии WBO 27-летний британец Терри Фленеган, который ранее заявил, что готов драться с украинцем. Напомним, что поединок Тайсон Фьюри и Владимир Кличко состоится 29 октября в Манчестере, Великобритания на арене Манчестер-Сити. Это, если действительно Ловаченко выйдет в андеркарте, это будет супер-шоу. Мало того, что сам поединок Фьюри и Кличко, да, особо там ждать нечего в плане красивости боя там какого-то, но в плане просто интриги самой сможет Володя отобрать назад свои пояса или не сможет, это будет очень интересно. Ну и, конечно, бои Ловаченко, это просто заглядение, его любой бой смотреть, это одно удовольствие. И два таких события, так сказать, получим два в одном. Во-первых, красивейший бой Ловаченко, от которого получим наслаждение. И потом уже саму интригу от Фьюри Кличко. Ждем, не дождемся. И последняя новость Амира Хана. Флойд Мэйвезер соскочил с боя против Конора Магребера, а я бы согласился драться с ним. Экс-чемпион мира в суперлегком весе 29-летний британец Амир Хан не перестает удивлять. Как вы все знаете, некоторое время назад существовала вероятность поединка между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях, 39-летним американцем Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC в полулегковесовой 28-летним ирландцем Конором Макгрегором. Но потом Мэйвезер отказался от такого варианта. И очень интересное было событие, много над ним смеялись, стебались, да, то есть по каким правилам будет бой. Если по правилам бокса, то, конечно, Макгрегору ловить нечего. Если по правилам UFC, то Флойду там вообще нечего ловить. Многие смеялись, что надо было сделать два раунда. Первый раунд, например, бокс, второй раунд UFC и так их чередовать. Ну, такое событие больше похоже на цирковое шоу, как раньше делали, да, привозили фриков, чтобы все смеялись. Вот ребята решили денег заработать. Ну, от этой идеи отказались. А Амирхан эту идею подхватил и предложил, так сказать, Макгрегору возродить это все. Ну, Макгрегор сейчас готовится против боя с Диасом, поэтому ему сейчас точно не до этого. Вот такие новости. Подписывайся на канал, ставь лайк. До встречи в новых видеоуроках, новостях и обзорах. Удачи в тренировках! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова